Решила такой формат снять, пока мою посуду, готовлю кушать. Решила приготовить рубленые беточки, брокколи, яйцо, куриное филе, вот такие вот высивки, использую замесь муки, сметана и, в принципе, все. Вот, такие получаются рубленые котлетки. Калинка с меня в школу не пошла и на форт тоже, потому что мы всю ночь просидели в подъезде на первом этаже. Дрон летал прямо над головой, мне очень страшно, вот, и в 6 часов мы только где-то легли спать. А в 6 часов в этой линии надо вставать в школу, потому что ели на 8. Съела бедные два банана, просила сварить мне вареники, она пельменей хотела, но не было. Я сварила вареники с картошкой, а она бедненькая не дождалась. Сейчас я намыла посуду, хочу все, все эти, все дела заканчивать в кухне, и чтобы помнить, на полу бардак такой на кухне, я даже показывать не буду вам. Собаки ели мясо, жулька, ой, сварилинка распускала по всему полу. А, так плохо видно будет. Вот, и получается, ой, получается, когда уезжали в мужики в командировку, все разместилось, распоршалось. Так, мы с Виталиной занимаемся в комнате уборкой, вывалили все шкафы. Я сейчас собрала соседке отнести вещи при кулькану, думаю, что еще, может, что-то ей соберу. Ее сейчас дома нет, она мне через 15 сказала, придет. Виталинка сама отнесет ей, вот, в нашем подъезде. Вот, чтобы я не выходила, потому что я занята. Я сейчас хочу максимально расхламить все вещи, потому что очень много вещей, которые, да, лежат, но мы их не носим. Вот, вроде бы надо, но многое такое же уже маленькое, многое просто уже не нравится. Короче, поэтому избавляемся от вещей. А, еще кунжут я сюда добавляла. Ой, так, что еще вам сказать? Решила включить вот такой небольшой, снять видео, формат. Пока готовлю. Мы там переставили перестановку небольшую в комнате, сделали, поменяли стол местами. Письменный и кровать местами поменяли. Вот, чуть-чуть получше стало, чем было, потому что поставили в Виталинке большую кровать. Она, получается, аж метр десять шириной. Не знаю, вчера ездила, смотрела диваны. Ну, конечно, дорого. И мне не нравится то, что очень маленький в диване. Вот это место для постельного белья. Потому что мы это место не используем, ну, по назначению. Мы там храним, я храню одеяло, которое меняю по сезонам. Вот, одеяло, подушки, вот, по сезону. Ну, то есть на лето там складываю туда пледы, например, летние на зиму, да. Я зимой достаю одеяло оттуда пледы, складываю, летом наоборот. Одеяло складываю, пледы достаю. Короче, вот так меняю. Вот. Много, конечно, пледов, от которых уже тоже можно было бы избавиться. Но мне пока жалко. Не знаю. Если бы была своя дача. Все-таки дача там, где свекровь, ничего не подходит туда отвозить. Оно бессмысленно, потому что мы туда отвозим. Никто этим пользоваться не будет. Ну, в смысле, мы не будем пользоваться. Поэтому я не вижу смысла туда везти. Лучше уже чужим будем отдать. И все. Чем повезти туда, чтобы оно провалялось там. Еще зимой мыши заведутся там на втором этаже. Все обосрут, обосрут. И в итоге я все выброшу. Поэтому нет смысла. Не вижу смысла. Ну, пока полежат у меня. А потом, не знаю. Может, своя дача появится когда-то. Может, потом выброшу. Не знаю. Выбрасывать как бы и не выбрасывать. Оно еще не в таком состоянии, чтобы выбрасывать. Но уже хочется новенькое достать, пользоваться. Короче, не знаю, что делать. Где это все хранить. Как это все расхламлять. Место просто. Много людей слишком. И не хватает катастрофически места. Потому что у сына свое, у малой свое. У нас свое. И получается у каждого свое. Еще тут и кое-что и дочке наесть. Конечно, она почти все позабирала. Но все равно. Где-то... Нет-нет, да и появляется. Ведичку с лимоном сделала. У меня цветут все мои... Как они называются? Красота. Вот тут еще. Нежная тина такая вообще. Пиалки. Пиалки. Это было, как называется, пиалки. Вторая тоже красивая, яркая. Такая. Такой цвет. Короче, ночь была неспокойная. Мы были одни. Было очень страшно. У меня была истерика. Виталина тоже очень испугалась. Была не очень. Короче, ночь. Стрессанули. Не спали. Короче, ничего хорошего не было. Стреляли. Бомбили. Ну, не бомбили. Потом заснули. Утром опять еще тревога была. Уже баллистика летела. Вот. Но у меня уже все. Мы спали где-то до 12. И потом проснулись. И включили мультики. И сейчас вот у нас мультики идут. Сначала посмотрели две части Рио. Про попугая. Потом Астерикс. Вот. А сейчас смотрим Эмоджи. Мультик. Вот я сейчас дожариваю котлетки. И пойду дальше убирать. Уже два кулька так что сложила с вещами. Пойду дальше. Вкладываю. Котлетки в этот раз странные. Разваливаются, то не разваливаются. Не поймешь. Одна котлетка осталась. Последняя. Хочу уже какую-то вытащить. А то положить, чтобы замельчить миску. Я сейчас буду делать борщевую заправку. Вот. Ну как буду делать? Я хочу, знаете что? Я хочу хотя бы... Не сильно коротко у меня. Я хочу хотя бы сейчас все нарезать в кастрюлю. И провалить хотя бы чуть-чуть. Чтоб оно уже ничего с ним не произошло. Перчик сейчас закинула. Болгарские помидорки. Сейчас все нарежу. И буду тушить в кастрюльке. А потом уже вечером, возможно, или завтра, буду делать... Уже банки стерилизовать, поняли, да? Стерилизовать банки и... Вы знаете, что еще хочу? И закатывать. Я хочу еще, наверное, этот перец закатать просто сладкий. Я, девочки, не помню, как я его делала. Я хочу, чтобы он... Есть такой рецепт у меня был. Но он там много масла очень было. Масло, уксус. Ну, там прям в масле. А я как-то видела рецепт такой интересный. Его жаривают на сковороде. Перец салатный. Вот. И потом... Прямо жареный складывают в банки. По-моему, он тоже будет жареный. Он же жарится на масле. Не знаю. Сейчас хочу погуглить разные рецепты. Я бы у вас спросила. Ее пока напишите. Все равно напишите. Если нет, будет хоть на следующий год. Вообще интересно почитать. Я люблю. Бывает, знаете, находишь для себя что-то новое. Вообще люблю мнение разных людей. И вообще люблю больше даже наблюдать за людьми. Когда они это... Что-то делают по дому. Вот именно в процессе, в жизненном. Знаете, в процессе. Так месяц-то звонит сейчас. Хотела, чтобы видео не редактировать. Придется редактировать. Прервалась. Что я начала снимать. И не подумала о том, что прервется сетка. Так, короче. Я еще хочу сказать. Хочу сказать, что я люблю наблюдать за людьми. В процессах жизненных. Знаете, вот когда вот готовят. Что-то делают. И по-любому. По-любому смотришь. Либо свое видишь, как ты делаешь. Либо находишь... Я вот... Ну, находишь что-то новое для себя. И думаешь, блин. Ничего я так не делала. Не додумалась. Очень классно наблюдать за людьми. Очень классно. Я прямо, знаете, приходила бы в квартиру к чужим людям. И наблюдала бы за ними. С удовольствием бы. Смотрела бы, как готовят там. Как стирку вешают. Ну, такие жизненные моменты. Кто-что с чем кушает. Интересно. Соседка позвонила, чтобы нести пульки. Как мама занесет. И мы уже избавимся от этих пульков. И будем новые собирать. А хочу верхние объезды тоже пересмотреть. Отдать. Ну, короче. Хочу располагаться. Да, хотела мужа подождать, чтобы верхнюю одежду отдавать. Я так думаю, может, уже и не сдать мужа. Вот. Свою хотя бы. Уже уже потом. Не знаю. Только шмоток у вас тоже такая же проблема со шмотками. Вот это вот скапливаемость. Я все время думала, почему у нас такая вот... В основном, у многих людей, у них зависимость какая-то от вещей, да. А потому что, потому что в детстве много чего хотелось, этого не было. А сейчас оно есть, и с ним жалко расстаться. Даже игрушки, элементарные игрушки, мне жалко отдать. Потому что я вот такое хотела, или вот такое хотела, или даже виталинка это хотела, мы покупали, а теперь мне жалко от этого избавляться. Да, к сожалению, есть такое. А, все на психологическом уровне. Так. Что, я сейчас закончила с этими всеми делами. Сейчас отдаю виталинке вещи. Будем еще лакушек чуть-чуть подкинуть. Мягких. И все. У меня уже взаимно с другими делами. Будем резать горщевую заправку. Так что ночь была неспокойная.